Теперь, когда у нас готовы диски и разделы, пора заняться файловыми системами. И хотя мы уже говорили о файловых системах, мы прошлись по ним поверхностно. Теперь же копнем чуть глубже. Когда мы создавали разделы, мы заметили, что они имеют начало и конец, определенные секторами. То есть сектор – это физический адрес на диске. Причем реальный, то есть физический размер секторов на современных жестких дисках 4 кибибайта или больше. Да и сам термин больше относится к жестким дискам. В тех же SSD вместо секторов – страницы. Тем не менее, в целях совместимости все еще можно работать с секторами размером в 512 байт, но лучше почитайте об этом по ссылке в описании. Так вот, к чему я веду? Файлы хранятся на жестком диске, в секторах. Допустим, файл у нас начинается в секторе с номером 10000 и заканчивается в секторе с номером 20000. Не сложно запомнить, когда у нас один файл. А когда у нас 10 файлов? 100. 1000. А если у нас файлы постоянно меняют размеры? Тут, конечно, нужна программа, которая будет все это отслеживать, где начинаются и заканчиваются файлы. Причем, если у нас вчера файл заканчивался на секторе 20000, после него мы записали другой файл, и теперь понадобилось увеличить первый файл, то он станет занимать сектора от 10000 до 20000 и от 30000 до 35000. То есть, не обязательно, чтобы все сектора файла находились рядом друг с другом. Кроме этого, нужно различать все эти файлы. Поэтому для каждого файла есть свой номер. Да и этого недостаточно. У каждого файла свои права, свой владелец и группа. Ну и неплохо бы знать, когда файл создали, когда его изменили, когда в последний раз к нему обращались. Ну и файлы нужно как-то структурировать, а не показывать пользователю одну большую кучу файлов. Собственно, всем этим и занимается файловая система. И ее, условно, можно разделить на две составляющие. Первая – это программа, которая будет решать, куда писать файлы, откуда их читать, и изменять какие-то значения, относящиеся к файлу, допустим, права. А вторая – это, собственно, сами данные о файлах. Откуда программа берет данные и где она сохраняет. Первая программная часть – это модуль ядра. Вторая – метаданные файловой системы и ноды и прочее. Хранятся зачастую на самом диске или разделе, где эта файловая система. Хотя, возможно, исключение. А вот где именно хранятся метаданные и ноды, и что они из себя представляют, в целом ответить не получится. Потому что это сильно разнится от типа файловой системы. С некоторыми типами файловых систем вы, скорее всего, уже знакомы. FAT32, XFAT, NTFS. И, возможно, вы знаете, что на FAT32 нельзя создать файл размером больше 4 гибибайт. Просто потому, что в метаданных для указания размера файла выделено 4 байта. Максимальное число, которое можно поместить в 4 байта – это 4 миллиарда. 4 миллиарда байт – это 4 гибибайта. Примерно по таким же принципам файловая система может, допустим, ограничить длину имени файла. Хотя сейчас это не так актуально, но это пример того, как тип файловой системы может накладывать ограничения. Но всегда есть разработчики, которые любят обходить ограничения и добавлять какой-то функционал. Поэтому типов файловых систем много. И для Linux есть много всяких модулей для поддержки различных типов файловых систем. В том числе NTFS, FAT32 и тому подобное. Но мы с вами разбирали и ноды. Знаем, что там информация о правах на файлы, о владельце и группе файла. То есть стандартные Unix права. А в NTFS права реализованы по-другому. Поэтому хоть Linux и может работать с NTFS, но установить операционную систему на файловую систему NTFS не получится. Зато есть много других файловых систем, на которых всё работает как надо. Самые популярные для GNU Linux – это X4 и XFS. В рабочей среде чаще всего вы будете иметь дело именно с ними. Ещё в начале 90-х была создана файловая система EXT – Extended File System, которую стали использовать в Linux, и с тех пор она постоянно развивалась. За годы работы эта файловая система доказала свою стабильность. А большинству пользователей от файловой системы другого и не надо. О максимальных размерах файловой системы и файлов можно не беспокоиться. Там XBbyte и 16TBbyte, соответственно. У XFS также история начинается в начале 90-х. Сейчас её развивает компания RedHat. И она по умолчанию стоит на дистрибутивах, основанных на RedHat Enterprise Linux. Давайте лучше поговорим о структуре файловой системы. Итак, мы говорили, что накопители – это блочные устройства, и ядро работает с ними с помощью блоков данных фиксированной длины. Так вот, сектора являются минимальной физической единицей и называются физическими блоками. А их размер можно глянуть в файле. Не нужно запоминать команды, это в целом информация для общего развития. А те самые блоки фиксированной длины, которыми оперирует ядро, это логические блоки. Но кроме этого, также и у файловых систем существует понятие блоков. Как мы выяснили раньше, секторам, в которых хранится файл, не обязательно находиться рядом. В системе бывают тысячи файлов. Какие-то растут, какие-то удаляются, появляется промежуток между секторами файла. Происходит так называемая фрагментация диска. И жесткому диску для прочтения одного файла приходится совершать больше движений, от чего падает производительность. Когда таких файлов много – это беда. И если каждый сектор – это 512 байт, жесткому диску придется не сладко, прыгая между кучей разделенных секторов. Правда, современные файловые системы поступают чуть умнее, оставляя много свободного места между файлами, что позволяет не мешать файлы в кучу мелких секторов, давая возможность файлам расти, не пересекаясь друг с другом. И, тем не менее, если объединять сектора в небольшие группы, так называемые блоки, допустим, по 8 секторов, то есть 4 кибибайта, то диску будет проще. Да и дело не только в этом. В файловой системе легче работать с блоками. Допустим, если секторов под 512 байт на больших дисках получается огромное количество, то в файловой системе может не хватить адресов. В итоге не получится создать файловую систему и файл большого объема. Но вот объединив сектора в большие блоки, пусть хоть по 64 кибибайта, получится во много раз увеличить допустимый размер диска и файла. Это как с блокнотом. Давая номер каждой клеточке блокнота, у вас просто перестанет помещаться номер клетки в вашей таблице. Зато, номеруя не клетки, а страницы, вы сможете использовать куда больше клеток. Но при этом у блоков есть свои недостатки. Файловая система хранит информацию в блоках, а значит один файл, минимум один блок. Если предположить, что средний размер одного блока 4096 байт, то для хранения однобайтного файла вы потратите 4096 байт. Если у вас в системе большинство файлов мелкие, то уйма места не будет использоваться. В таких случаях лучше указывать размер блока минимальным. Для x4 это 1 кибибайт. Но в любом случае куча мелких файлов большой напряг для диска. Но сейчас в основном файлы довольно большие, поэтому особое место вы не потеряете, если будете использовать 4-кибибайтные блоки. А в случае работы с большими файлами можно выставить размер блоков побольше. Но мало хранить сам файл. Нам ведь нужно еще где-то хранить информацию о файле и ноду. А и ноды на x4 весят 256 байт и больше. При этом на разных типах файловых систем и ноды создаются по-разному. Где-то они создаются динамически, когда это необходимо, так сделано в xfs, а где-то сразу при создании файловой системы, как это сделано в x4. Причем создаются они на каждые сколько-то байт, по умолчанию на 16 кибибайт. Из этого можно извлечь пару фактов. Количество и нод на x4 ограничено. Если у вас куча файлов размером меньше 16 кибибайт, то у вас может просто закончиться количество и нод. И тогда, хотя и будет место на диске, использовать его вы не сможете. Без свободных и нод файл не создать. Но, во-первых, по и ноде на 16 кибибайт получается 64 и ноды на 1 мебибайт файла. То есть, на реальных дисках вы сможете создать миллионы файлов. Во-вторых, вы это значение можете изменить, сделать количество байт на и нод больше или меньше. С одной стороны, уменьшив количество байт на и ноду, вы сможете создавать больше файлов. С другой, посчитайте, на каждое мебибайт место вы тратите 16 кибибайт на и ноды. Так как каждая и нода весит 256 байт, а их 64. То есть, на каждый гигабайт 16 мегабайт чисто на и ноды. На 1 терабайт 16 гигабайт. Ощутимо, правда? И это еще при стандартном раскладе. Но, если у вас файлы большие, то можно и увеличить количество байт на и ноду. но все же это делается при создании файловой системы. Поэтому такие вещи надо продумывать заранее. Допустим, если вам нужен почтовый сервер, где будут миллионы писем, рассчитывайте заранее, хватит ли вам и нод. Ну, или используйте XFS. Тогда количество и нод вас не будет беспокоить, так как там и ноды выделяются динамически. Можно долго говорить про структуру. Сами блоки объединяются в группы блоков. В нулевой группе и некоторых других группах есть суперблок, где хранится информация о самой файловой системе. Также во всех группах содержатся дескрипторы групп, таблицы и нод и много чего другого. Но, хотя эта тема интересная, она будет актуальна только для X4. Возможно, другие файловые системы работают со схожими структурами, но углубляться в эти структуры у нас сейчас нет необходимости. Моя цель была показать вам, что из себя представляют файловые системы. Если вам интересно, в комментариях ссылка на структуру X4 и XFS. Понимание структуры файловой системы поможет вам лучше понять их работу и различия типов файловых систем. Но, пока вы изучаете азы, лезть в такие дебри не обязательно. Я знаю, что многим интересна тема различия файловых систем, но о поверхностных различиях можно найти на всяких сайтах. А чтобы понять детали, нужно разобрать многие термины и технологии, что займет много времени. но пока это не критично для основ. Однако, кое-что мы все же разберем сейчас. Журналирование. Вы, возможно, знаете, нельзя вытаскивать флешку на ходу, нужно ее сначала программно отсоединить. Ну, или, допустим, нельзя выключить компьютер сразу из розетки, и в целом резкое выключение электричества может привести к печальным последствиям. Если говорить о дисках, то в операционной системе сотни процессов, и часть из них постоянно пишет данные в файловую систему. Всякие логи и временные файлы, не говоря о серверах, которые могут писать какие-то важные данные. Чтобы видеть информацию, как сейчас используется диск, можно глянуть утилиту EOSTAD. Но операции при работе с файлами, их создание или удаление требует от файловой системы несколько операций. Создание жесткой ссылки, изменение информации в Веноде, записывание данных на диск и тому подобное. Но что, если при создании или удалении файла выполнится только часть этих операций, а потом компьютер резко выключится или вы вытащите флешку? В итоге у вас может появиться жесткая ссылка, указывающая на иноду, в которой нет никаких данных. Или, скажем, запишется только часть данных, а инода будет указывать на незанятые блоки. В итоге место будет недоступно. Когда у вас пишутся сотни и тысячи файлов, это создает кучу ошибок в файловой системе. И если флешку можно не выдергивать, то вот полностью исключить резкое выключение компьютера невозможно. Но если писать все операции с файлами предварительно в специальное место, называемое журналом, а уже потом применять на диск, то файловая система после сбоя всегда может посмотреть в журнале, что там не дописалось, и почистить всякие ошибки при подключении. Да, и журналировать можно не только операции и метаданные, но и сами файлы. Но это зависит от типа и настроек файловой системы. В любом случае наличие журнала позволяет смягчить урон при резкой потере связи с диском. И журналирование есть в большинстве современных файловых систем. Ну и напоследок. Как я сказал, программная часть файловых систем выполнена в виде модулей ядра, и их можно увидеть с помощью lsmod. Но для работы с некоторыми файловыми системами, допустим ntfs, надо устанавливать дополнительные пакеты. Подводя итоги, для начала мы выяснили, зачем вообще нужны файловые системы. Также затронули тему блоков физических, логических и блоков файловой системы. Поговорили о том, к чему приводят различия в структурах, как, например, различия в максимальных размерах файлов и блоков. Затронули одну из функций файловой системы – журналирование. на самом деле мы не слишком углубились в детали, потому что их очень-очень много, но кое-какое представление о файловых системах у нас сложилось. файловых файловых файловых